МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да пойдем сразу, да и все. По-объявлять. АПЛОДИСМЕНТЫ Классно. Отлично. Спасибо, спасибо. Вот это я понимаю. Человек ничего не сделал. В зал встал. А давно у вас уже так, чтобы выходить, и можно, собственно, после этого и уходить? Давно не было. Когда ушла, так и нет. Но я отвыкла уже. Вы не помните это точно 100%, потому что один раз, это был давно, я не помню, когда это было, раздался звонок. Тогда не было еще, по-моему, и мобильных. И мне, значит, говорит, Олег, привет, это Алла Пугачева. Серьезно? Абсолютно. Какая наглость. Я, значит, если времена пранкеров было, можно было что-то подумать, но ваш голос трудно с каким-то спутать. Ну и что я тебе говорю? Я молчу, ну потому что я не понимаю, что там. Дальше мне говорят, говорится, приезжай в гости. У меня вообще просто... Ну посидим, выпьем, поговорим. Я молчу, потому что я в шоке, я не понимаю. Дальше через паузу голос Алла Пугачева говорит, ну хорошо, ну просто помолчим, посидим. Значит, мне чего-то не хватало. Общение с интересными людьми. Да, спасибо. Обычно в таких случаях, когда я чувствую совершенно вакуум интеллекта или там какого-то эмоционального состояния, внутренней, какой-то творческой наполненности, да просто жизненной, то я звоню Михаилу Жванецкому. Да. Он уже знает, он скажет, я ему звоню, говорю, Мишенька, как ты? Он говорит, я понял, я приеду, накрой поляну, жди. Есть люди, которые своим появлением где-либо, в любой ситуации, меняют атмосферу, меняют поведение людей. Люди начинают там, неестественно, хохотать или усиленно делают вид, что они вас не замечают. Вы автоматически, появляясь где-либо, становитесь центром внимания. Я знаю, что вы это знаете уже. Я хочу узнать, насколько давно вы это знаете. И бывали ли моменты, чтобы вы пользовались этим? Ну вот здесь, я как бы хозяин театра, но в хорошем смысле слова, но вы пришли и стали хозяйкой вы. И положение, и того, что сейчас на сцене происходит, и в театре. Давно ли это у вас ощущение? Это хорошее ощущение, кстати, ничего плохого нет. Да, конечно, что же плохого ничего нет, но это, видно, уже профессиональное, потому что с детства я была настолько закомплексована и застенчива, ну, такой настоящий, типичный интроверт, что мне общение всегда давалось с большим трудом. Ну, то, что у меня было прозвище дикарка, это я уже давно говорила, как-то оно ко мне прилипло, я старался, мне некогда вообще было, честно говоря, общаться. То, что я все время занималась, то музыкой занималась, то еще чем-то, то меня все время заставляли учиться, учиться, учиться. Один месяц в году разрешали отдыхать. И поэтому я не знала, как. Ну, вот как мне отдыхать? И для того, чтобы мне преодолеть себя, я шла в компанию тех ребят, которые, ну, там собирались все, и внушала себе, ну, ты главная, ну, иди, ну, ты крутая, там, типа, ну, давай, сразу заходи и вот так внушай, внушай себя. Я почему-то появляла среди них, и они все замолкали, говорят, привет. Первая реакция это молчание. Потом, когда стала популярной, реакция смех. Вот иду я по улице, красивая, знаменитая. Ну, ну, вышло так, я иду, понимаешь, по улице. Обязательно нужно ржать. Ой, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой, боже мой, но сейчас это телефон. Я думала, как-то странно все время, телефоны, телефоны, но когда я увидела, как на инаугурации идет наш президент, я была потрясена. То есть, такой кадр идет Владимир Владимирович по этой красной дорожке и телефоны. И его снимают. Я думала, ну, надо было это хотя бы запретить. Ну, потому что это настолько, как-то мне казалось, не солидно. А потом думаю, ну, людям же хочется, наверное, это событие себе запечатлеть. Ну, да. А в башке нельзя запечатлеть? А в сердце? А в душе? Ну, почему нужно тут снимать? Я здесь. А он тут. Я здесь. Я здесь. Я в Георгиевском зале. Понимаешь? Я не там. Я вот здесь. Ну, что это такое? Ну, вот, это видно мне с детства вот так, понимаешь, накопилось, что я должна себя чувствовать хозяйкой положения. И это мне всегда трудно давалось. А потом профессия меня сделала человеком, как сказать, в деле вот на сцену выходишь, волей-неволей ты прима. Понимаешь? Некуда деваться. У кого-то получается, у кого-то нет. Да? А мне мне непонятно. Мне, конечно, так и должно быть. Как не получается? Ну, что ты? У вас-то получается. А у кого не получается? Не будем уточнять. Нет. Мне кажется, что вот это ощущение, что ты вышел на сцену, это главное, это главное, что вот для артиста нужно. Что на тебя смотрят тысячи глаз. Они ждут от тебя чего-то. Это очень важно. Это каждое слово, каждый взгляд, каждый жест. Правда, есть два типа артистов, которые несут себя, чтобы показать себя великолепных, очень красиво одетых, с прекрасными голосами. Я про свою там работу. Вот они несут, чтобы их любили, их артистов. А есть другая категория людей, которые идут на сцену для того, чтобы любить вот этих людей, которые делают тебя счастливой, которые просто за честь выйти и выступить перед ними, что-то сказать, что-то спеть. Это поклониться им до земли за то, что вообще дали такую возможность общения. Да еще и аплодируют. АПЛОДИ aisle Аплодируют. Видал? Как приучен это? Смотри, как это делается. Еще и аплодируют. А правда, что вас молодцы молодцы а правда что вас назвали в честь алл константиновны тарасовой в честь двух алл мама в честь аллы константиновны тарасовой а папа в честь аллы ларионовой все равно это и другая актриса актриса у вас было желание стать драматической актрисой и у вас сразу был уже был понимать олег мне кажется что я сам начало и было драматической актрисы петь я не собиралась и как-то голос развился потом конечно но я даже певицей себя никогда не называла это знают все то женщина которая поет а женщина как она не в настроении она плохо поет горло заболело она все равно поет но ей простительно она же не певица но тем не менее вас отдали в музыкальную школу в среднюю школу музыкальную школу и была разница насколько я знаю сколько читал воспитание у отца и у матери потому что мама очень хотел чтобы вы занимались а отец говорил типа что путь будет официантка он жалел меня он жалел меня потому что он видел что я девочка ответственная мне скажут вот 20 раз это сыграть я сыграю и он ему это уже частного его достала его бы все комната 12 меня вы помните эту комнату ну конечно просто вот буквально это что она мне снится часто 12 метров я брат мама папа бабушка в этих 12 метрах умудрились поставить пианино как вы там спали то все как-то это же ели ну бабушка на кухне раскладушку ставила я на диване мама в таком отрезке они там закрывались с папой где умещалась швейная машинка и кроватка и шкафчик и посередине стол и вот это дверь купили кресло кровать если открываешь то уже пройти невозможно это только был нужно было ночь на ночь все перекрыли раньше здесь было промзона но каждый день москва меняется город как единый организм растет развивается а вместе с ним кварталы 21 19 это 21 дом на 19 гектарах земли сегодня здесь появляется современная жила и застройка с разнообразной архитектурой уже открываются магазины детские клубы и спортивные секции а скоро здесь будут детские сады и школа особенность кварталов 21 19 внимание к деталям как театре все кварталы объединяет от такой красивый зеленый бульвар а вот здесь в конце года откроется метро стахановская целый месяц вы можете купить двухкомнатную квартиру за 7 миллионов 300 тысяч рублей вот так переходите по ссылке в описании узнавайте подробности и снова серия а вот это еще воспоминания читала вас вот это то что вы называли эннелло это было такое во что вот ваше первое вспоминание ну да действительно моя мама была страшно удивлена когда я и сказала что я помню момент своего рождения она как это может быть это вообще не может быть а я говорю я помню я помню вот такие яркие вот лампы надо мной я бы не знаю почему ну вот такие вот лампы набит ну да ты когда родилась тут какой-то обнаружили на горле маленькую штучку которую нужно было срочно вырезать и мне ее вырезали она году как-то это можешь помнить понимаешь а я помню впечатлительная была обалдела думаю куда это я попала ну да потом то уж взрослая стала приняла что это ассоциация как с эннелло такие огни а вот еще вы говорили о том что вот в детстве то что вы начали говорить то что вы дикарка это ваш брат называл вас дикаркой да не меня все называли дикаркой что вы ненавидели фотографироваться что-то читать вот это самое и тогда и вас влекло куда-то где было дурно вам вызвал такое воспитание что нельзя было сказать слово жопа что но все очень много было запретов и вам казалось правда ли это да что все запреты они прекращаются там где это называлось эстрада вот в таком ну про эстрады я еще не знал что она такая там не только жопа просто настоящая жопа я же попала рано 16 лет мне только 17 после моего эксперимента слившись с амлевым боком стукнула то есть меня было 16 где-то с половиной лет когда меня повезли конечно у меня было воспитание строгое а как иначе и я очень благодарна этому воспитанию несмотря то что она сейчас совершенно не модно и своих детей вот этих маленьких мы тоже воспитываем так что мы их не наказываем мы стараемся объяснять им что-то в японии говорят что до пяти лет вообще ничего нельзя ничего не вот смотрите наблюдайте а я и без японии это знала что именно так для того чтобы что-то ребенку дать там сначала понять что он хочет вообще и лет пять только присматриваешь к нему ну вот я тебе сегодня рассказал что я уж присматриваюсь четыре с половиной года за лизой но все год какая она артистичная какая девочка я бы его жизни не выставлял вот макс время выставлять но и вот думаю но я-то знаю чего тебе надо ты ли какая-то брежит бордо французского кино или ты математик потому что она очень любит вот математику так организованная ну или что-то такое вот ну творческое вчера сказку рассказываю ей расскажи про лизу я говорю хорошо жила была девочка лиза у нее была мама хороший папа хороший братик хороший и такой потихонечку чтобы она заснула рассказываю как она в школу пошла как-то мои мальчишки за косички дергали а она такая мудрая сначала терпела потом повернулся сказала я тебе что очень нравлюсь что ты меня дергаешь и мальчики сразу испугались и перестали дергать учу как бы во сне вот и потом говорю ну думаю уже спит его но и вышла больше для няньки рассказывал потом она вышла замуж за красивого молодого чудесного рукастого работящего молодого человека вот у них была замечательная семь еще семья ну вот была свадьба такая свадьба не роскошная а вот такая милая красивая гости принесли подарки а швейную машинку подарили она настолько обескуражила почему швейная машинка и главное она проснулась его так я подумаю я вспомню я сейчас уже не помню что на твоей свадьбы было я вот и давай ложись спи думаю куда же дальше-то мне двигаться и начинаю говорить один мальчик тоже был такой он просил швейную машинку потом стал учиться в институте легкой промышленности его звали валентин а там она уже заснула но она меня выбила просто из седла этим самым до швейную машинку подарили вот что все время надо наблюдать слушать потому что что-то же в голове этой маленькой творится что то значит нашить что ли хочет он был а швейка дочь замечательно то есть а вот смотрите вот вы сейчас живете ну понятно дворец роллс-рой все положено вы были бы в другой стране у вас уже был бы остров и это все правильно так и должно быть если дом выстроен в стиле замка внешне но большой я имею ввиду дворец но буду дом ты зайди вовнутрь он не такой уж большой каждому кай все думаешь о большой я не хочу чтобы так думали потому что этот дом настолько хорош функционален для лизы для гарика для кристины для клавы комнаты считаю для меня для мужа то что я сюда в разных спальнях сплю всю жизнь гостевая для дынечки блины все на ну внизу там мне еще маленькая сцена студия 8 все что нужно да и больше но когда он стал делать этот диснейленд я была против горгули у входа я даже их боялась до грома сянем год они нас сохраняют понимаешь макс а стал он такой старичок загулявшись заблудившийся в детстве у него и детство и такая мудрость и все он он мечтал такой вот замок сделать и он его сделал я любуюсь теперь этим потому что эти четыре горгули они как они уже зовут я их звала бы гарри как ни странно гуля корневал и тибальт боже но я же чем впечатлительные теперь каждый раз как прохожу мимо и здорово потом поставил ограду такую железо какой красивый черный там знамена какие-то чугунные еще что-то щиты нравится тебе я говорю как будто здесь генерала похоронили оградка конечно нас абсолютно расходятся вкусы поэтому но мне все равно это безумно нравится потому что ведь какой парень я ему когда-то рассказала не я же ему не рассказывала в том-то и дело я осознаю я всем рассказывал что у меня бабушка когда-то навязала ключ на палец меня было лет 13 сочельник испекла сочин на утро а под подушку положила а замок и сказал что-то сказать суженый ряженый приди замок откроет т т т т и кого увидишь говорит вот тот и будет твоим там суженым ряженым можете представить сколько людей там увидел это действительно так и на утро она меня испекла сочин засунула за пазуху выгнала на улицу наш переулок зонточный 1 год кого встретишь спроси как зовут а никого в это время не было никого я даже перепугалась на боже мой никого мне не будет никого вдруг смотрю дядь какой-то с портфелем бежит такой я за ним он от меня я за него да подождите мне нужно знать ваше имя какое имя ягу ну вот такой знаете сочельник надо узнать георгий и ушел у меня вообще георгий раз-два и общался по жизни вот то есть к чему-то можно верить чему-то нет а вы вот часто возвращаетесь я к чему-то дел про вот дом промочек вот туда вот в тот вот на в район таганки где вот вы родились учились такое воспоминание сейчас улетаете туда помните ли кого-нибудь там во дворе там я не знаю в школе кого-то но разве это можно забыть почему тут сбывает это все давно снесли а жалко я во сне очень часто в этот дом иду потому что когда мне что-то на душе неспокойно и вот именно сон мне снится что я иду к этому домику и вот эти два окна говорят я знаю что меня ждут это так приятно ты идешь тебя ждут ну и полисница тоже для того чтобы успокоиться вот поле а вы дырались в детстве я защищала защищали кого-то меня не осмеливали сбить я была дылды во-первых выше всех а у меня было два брата два двоюродных один родной и что-то всегда им доставалось и когда чуть что я сразу слышала дам я выбегала и все разбегались битвельфебель пришел а вы правда хотели быть мультипликатором да нет это мне просто интересно была эта работа то есть то что сейчас вот переросло вот картина то что вы пишете для себя какие-то картины господь с тобой ну как а что это это рисунки настроения просто так иногда я балуюсь нет то что художник мультипликатор это такая работа меня никогда бы не хватило мастерства чтобы быть таким художником я преклоняюсь перед ними великая работа а почему все-таки дирижерско-хоровое отделение вот вы закончили там то есть но по поступили дирижерского почему дирижерско-хоровое вот почему такой выбор да веселей там было как-то я знал это потому что все прочили меня в пианистке великие а я вот хотела какого-то разнообразия а на дирхоре этом там и пение и дирижирование ну как-то все там было веселей и компания людей которых видать не приняли на туда сюда такие были разгильдяи как мишка шапотинский ну там много чем известных еще людей музыкантов я не веду но я туда за эти а вот этот момент был когда вставали и 80 пар глаз наверно вас так бэмс когда вы давали кого тут было вы дирижировали я хором дирижировала а хором было да конечно как же я и в школе преподавала да вот это было да это когда у вас сначала вы у вас не по и вы не получили диплом потом получили диплом знает вот чего рассказывать когда все знают нет но это я знаю вы даже занимался мне помогали а вот смотрите вот у вас первый я назвал то первый пугачевский бунт когда вы будучи студенткой свалили в шесть пятом году а вы уже упомянули ливенбук лившица даже помню песенку радио не радио не такая передача но вот вы с ними рванули в какой-то тур в сбежавшие из училища последнем курсе училища да и меня за это оставили на второй год а вы почему рванули туда это как вот просто а ты мне рванул олег это же интересно было ну как ну а чё а что там где вы там песни пели чита вы кого кого-то не ну расскажите ну интересно человеку бы срывается с места учебы и срывается из дому для того чтобы поехать куда-то в неизвестность вот тоже точно вот в неизвестность но они обещали моей маме что моя детственность будет вся цела вот тоже не отпускали меня конечно круто не отпускали что я все будет в порядке что они будут следить но они действительно обо мне заботились что там говорить все боялись ко мне приблизиться надо девочка такая ну а что мне делать я у меня роль была такая girls герла как раньше говорили я должна была выносить им тупо реки то еще что тут я выходила что-то делала и пела какую-то песнюшку а какие его песни пели не подел сейчас не помню там типа там а вот сейчас мы покажем вам такое а вот сегодня там дорога дал а вы там она помаши рукою а вот сейчас придет там такие заставки до заставки да и давали мне а потом мне сказали ну давай почту нибудь и а что петь и вот три песни я должна была петь из репертуара ирма сахадзе оранжевое небо детским голоском а и все а музыканты конечно чудесные тут они что-то мне сказали что слушай сегодня в зале пьеха меня как прибило к полу как бы я за 300 как бы поеду по ее песню как же так можно я же пой пой старайся ну неудобно же она же поет а я тут будут что-то лепетать твой ей будет приятно как я волновалась и как назло вот в этой песне сцены были такие наш дощатые а мне каблуки купили туфли я значит это на тебе сошелся клином белый свет на тебе сошелся клином белый свет на тебе сошелся клином белый света но зашел на поворотом там какой-то свет и вдруг на третьем куплете я чувствую что мука блок у меня попадает какую-то расщелинку и чем больше я подпою при этом чем больше я пытаюсь этот каблук вытащить тем он глубже а слова я могла бы побежать за поворот это же ужаса я могла бы побежать за поворот я могла бы побежать потом плюнула сняла этот туфель вытащила его я могла бы только гордость не дает и ушла это был мой первый успех аплодировали думали что я тоже юмористка как левшица ливенбу а история тогда про песню робот вы говорите вы рассказывали но тем не менее вот про красные сапоги меня впечатлило что-то певицы которые приходили и все время были во время случайно попала туда кто ж на это меня сбежали просто сбежали с урока не знали куда пойти с каринка и витисян только не делай сейчас из себя малахова скажи карина у нас и значит мы с каринкой она говорит у меня же мать работает доме учителя вот давай туда рванем там сюда кино такое классное пропустят нас его пойдем чего уж теперь пришли туда никакого кино нет а кто-то вот значит там играет сидит какая-то комиссия в зале и выходят девушки и поют песню робот она говорит так это же ли вон это же он уже у нас я буду сейчас выгонят не выгонят он у нас комнату снимает как он может выдать давай сидим и все давай смотреть это интересно ну что я могу сказать ну вот вышла одна в красных лакированных сапогах мечта всех девушек и поет там робот ты же был человеком то 2 выходит в красных лакированных сапогах и тоже поэтому робот ты же был человеком когда я улыбалась ты смешно кукарекал третье четвертое красных лакированных сапогах и одну и ту же песню и мы конечно начали ржать я еще как-то там прыскала тихо а карина не могла она в голос хохотала когда уже пошла там 10 сапога она уже она лежала там затем рядами конечно стали на нас шикать ну-ка вы уходите отсюда из зала быстро освободите помещение и она тогда но такая яркая была ноги как когда освободить помещение еще раз такой скажешь ты у нас освободишь помещением год карина ты что ли да а что вы там смеете что тут смешного она но мы не может между ну что одно и тоже в красных лакированных сапогах и все поют плохо на а ты что можешь лучше это я нет подруга может и я покрылась красными пятнами они они уехали какой-то перерывчика решили сделать как шоу-бизнес типа сейчас попотешаемся а может подруга но иди я как дура на встречу судьбе на негнущихся ногах в нейлоновой чуть порванной куртке вышла а не вступление татаро 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 ну что подруга будешь петь его нет почему его мне нужно лакированные красные сапоги ну да оказывается эти сапоги были для всех они конечно были страшно велики но мне принесли я делаете лакированные сапоги и запела эту песню причем совершенно не понимаю что это песня шуточная ну такая ироничная когда я улыбался ты смешно гукарекла робот стань опять человеком ну что ты такой а я думал какое горе боже мой трагедия это как это же в лужах плавало небо ты мне доставала ромашки яиц по снегу и стал роботом ну ну что такое вот неискушенная девка была совсем думаю это трагедия и прямо рыдала но обратите внимание у меня слеза покатилась и она покатилась у всей комиссии они тоже забыли что песня то ироничная и смешная они поверили и когда я закончила красные пятна на моем лице уже превратились зеленые какие-то я ушла под стук собственных копыт этих лакированных сапог стояла жуткая тишина я ничего не могу я не понимала что происходит потому что я думала что-то ну сейчас вот меня растерзает я быстренько да по ходу снимаете сапоги на что же чапала туда к себе это молчание мне казалось вечность а было но но всего минут пять они же домолчали потом пошу шокались и год подойди к сюда я подошла как тебя зовут кто такая все давай значит ты поедешь с нами там на месяц гастроли откажешься гастроли я в лакированных сапогах что я просто сказал бы меня мама не пустит мы поговорим с мамой и они действительно уломали родителей родители очень были против они решили посоветоваться со своими друзьями артистами оперетор от маковскими так я разузнала что они туда собирается я за час туда приехала и мозги там всем прочистила что вот надо мне надо подслушивала там коммунальная квартира была столешником и подслушивала и они говорили зина пусть она лучше сейчас узнает что она бездарность и успокоится а если она не бездарность ты ж потом скажешь боже мой я перекрыл ей кислород но больше всего на маму произвело впечатление что если я обнаружил что я бездарность то я сразу эту значит все это ну раздумаю вообще даже думать об этом не буду это ее как-то привело в чувство и короче меня отпустили с банкой вот такой банкой клашиной капусты и салом но я никогда себя не анализировала никогда я свои песни то вообще не слушала никогда все это мне очень было тяжело потому что я всегда знала максималистка что как я должна была бы спеть а спела вот так ах негодяйка дома не дотянула и уже нет никогда не слушал ни записи не пластинки ничего а сильно влияет сегодняшнее настроение на исполнение сегодняшнее исполнение песни а вот сейчас когда я ушла со сцены уже 10 11 лет уже почти 10 ну да 10 будет в 9 я вдруг решила себя послушать гениально я была поражена как голос о котором я вообще не думала какой что он он просто слушался вот он был струной моей души я не думала как мне петь чем петь я просто думал о том чего пою и он сам все выкладывал больная не больно он по-своему как-то выкладывал это действительно трогала я даже рыдала на одной песне служишь от себя до ну наверно жалеешь что такого голоса уже нет вот ну я правда оценила да то сцена вам помогала во всем женство вот лечиться да вот всем помогала то что меня бог дал вот такую возможность выйти на то место с которым не согнать не могли хотя бы в течение часа двух то это конечно было чувство ощущение свободы и постоянная немножко тревога того что я могу делаю не так как все что-то то это меня успокоила только одна мысль что ну хоть спою и каждый раз я выходила как первый и последний раз думаю вот сейчас я вот так вот сделаю а вот я сейчас лягу на сцене а вот я изображу что я курю это сейчас можно изобразить все что хочешь хоть половой акт на сцене в песне а тогда даже это было грех какой а вы делали это умом или это просто родну как бы это движение морал конечно движение души понимаешь конечно здорово просто здорово потому что теперь когда я понимаю что принципе я все сказала я все сделала и могу даже похвастаться тем что многих сподвигнула на что-то смысле в творчество да но вы были первым продюсером если можно назвать продюсер продюсеры у них задача заработать денег на тех артистах которые они раскрутят я только вкладывала вот это я такой бизнесмен и продюсер как вы на поле чудес какой бизнесмен все время банкрот помните это моя уже знаю там рождественские встречи они сделали огромное дело во первых для тех кто начинал для молодых певцов они раз кто-то шел после этих рождественских встреч очень хорошо раскручивался и масштабность этих рождественских встреч в олимпийском и удивительная такая контактная рождественская встреча где-нибудь в жар птицы или там в каком-то другом городе или в гостях у валерия леонтьева каждый раз это придумывалось по-новому а тогда телевидение довольно скучное было понимаешь вот такие вот музыкальные программы они были вот так были веселые ребят по моему более а теперь смотрите что делается просто рождественские встречи далее такой вот поворот в отношении к шоу телевизионному теперь уже и декорации даже три аккорда как делают вы смотрите эту программу я прям любуюсь как они эту песенку все обставляет аж эта конфетка в хорошем фантике а вы вот смотрели когда вот начиналась вот эти вот только только начинались клипа когда делал кто-то queen еще кто-то когда у нас их вообще в помине не показывали вот это у вас была информация как это вы просматривали вот это вот то что они делали вообще самого то что вы называете короткие музыкальные истории но это и то есть клип только тогда там это было это расцветало у настолько но вы же начали это у нас я как бы тебе это сказать в то время когда я могла бы делать клип это слово воспринималось как что-то враждебное и очень такое антисоветское и ругательные ругательные но я думала как бы то придумать чтобы все равно это было и мы придумали фильм пришла и говорю никакого как бы там содержание сюжета это был фильм из клипов вот это была задача сейчас я уже могу сказать с гордостью что это была первая клиповая работа сделанная как бы именно кинематографическим языком нас потом конечно ругали как боже мой не понимали что это такое а задача была выполнена каждая песня была сделана вот клипом вот так продвигалась все ничего не поделаешь про ваш день рождения то есть дик где мне сейчас не относятся не не продолжая тему вы не любите день рождения но любите первые воскресенье весны да и объявляете весну что разрешаете в весне начаться и на в абажуре у макаревичева как-то сказали объясните когда-нибудь почему но ни разу еще не объяснили почему вот почему именно это здесь ты считаешь я сейчас должна нет я просто спрашиваю вдруг такое случится и так алла борисовна когда нибудь расхода рассказывайте но желтые цветы и желтые цветы у меня версия такая что она действительно связана желтыми цветами потому что вот это вот когда на грузовички открытом какой-то скарб туда ставили на дачу который мы снимали домик такой маленький туда я помню шкафчик диванчик стульчик какой-то сундучок и для меня стул потому что я в кабине меня почему-то мутило а вот грузовике сверху сидела я меня привязывали то чтобы я уже но я крепко держалась и когда мы выезжали за город вот этот конец мая начало июня и желтые одуванчики желтые везде это было для меня просто чувство вот она свобода мне месяц не дадут заниматься музыкой чтобы я просто гуляла это было такое счастье желтыми цветами связано весна желтыми цветами связано как бы отдых к это радости рима ну вот это вот главное единство меня всю жизнь смущала вот сколько я 50 с лишним лет праздну этот праздник что я весну разрешаю с годами было что-то очень не тактично я уж кто я такая я думаю со следующего года надо все-таки изменить весну приглашаем вот разрешаем я вот видите я чувствую что так она останется разрешает и я уже знаю что месяц после этого будет халадрын в юга и мне все были разрешили все спрашивают разрешили вы подождите еще месяца до а вот кто-то мне сказал что если говорить приглашаем то она сразу придет вижу воспитание а комсомольские песни вот партийные никогда не пели да вот такие по заказные ну то что раньше все пели господи ну а как не помню такой понимаешь я любил песню по долинам и по взгорьям какая она комсомольская ну да ну вот мне нравилось там там талии за рекой за сверкали красивые песни ну вас комсомольцы добровольцы понимаешь это же мне нравилась хорошая музыка и чудные слова которые трогали за душу комсомольская то песня партийная песня патриотические заказные написанные специально когда там заколу и когда не было нет да это как-то со мной не я никогда не приглашали на эти кремлевские концерты а почему вас не приглашали албарит почему потому что вы экстравагантные нет но я не так причесана и так и лохматая и уж короче не подходила к это я не придворная певица я и сейчас не придурок и тогда не было но тем не менее 75 год золотой орфей орликин и понеслась душа в рай то что называется да вот как вот я понимаю что вас замучили этими вот что это то но это был успех который не испытывал на виду я не знаю людей которые испытывают такой успех то что говорят там про драматических проснулся на свете не знаменито все ерунда вот это это действительно успех для меня вот это успех единстве который я видел за свою жизнь действительно успех творческого человека ну в то время да а в это время назовите рядом кого-нибудь не назовете я лучше не потому что я напротив вас сижу я всегда и в советское время в российской читал говорил что звезда в нашей стране 1 албарис напугачёв все станут а сейчас у нас все звезды вот очень много ну вот ваша и должно быть нет звезда должна быть одна ну две остальные вы талантливые по кремле паутика ты меня убил ты меня убил то такое ощущение вот этого успеха вот это 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 вот что когда вдруг это это действительно поменялся вот чуть-чуть мир вокруг или вы это осознали потом или вы были как внутри сначала не замечали его причем вы же еще по моему совсем рядом потом написать записали иронию судьбы совершенно я сначала я помню я совершенно не поверил что это одна и та же певица делает это песни вот эти но я 16 лет пела то оранжевое небо потом подари мне там или что такое разными голосами так у меня и получалось я видела успех только одной звезды у нас это успех муслима магомаева батюшки я думала что такой уровень вообще невозможен и должна сказать что я достигла этого уровня потому что многие звезды современные они не знают что такое настоящий успех но может киркоров потому что он уж вот этой планке успеха муслима магомаева я достигла мне больше ничего не надо было и он вот вот у меня конечно он сказал что в 60 нужно уходить я пообещала и ушла потому что я всегда сдерживаю свое слово но и не я не чем не жалей конечно не жалей мне интересно мне сейчас смотрю кто появляется какие новые там всякие веяния а кто такой совершенно опять туда немножко назад борис горбонос я-то знаю но что-то не знаю это я это я я была замужем за одним из значит своих мужей александром стефановичем это он придумал бориса горбоноса то что в школе его обижал какой-то пацан и он решил им отомстить и поскольку поскольку я говорил что я никогда в жизни под своей фамилии песни не выпущу он выпустим под псевдонимом и вот мы под псевдонимом борис горбонос я написала несколько песен а была еще какая-то фотосессия вы делали фотографию вам усы приклеивали что-то там такое молодые были дурака-то валяли я не знала что столько будет драматических сцен моей жизни после этого потому что можете представить поверили ночью если фотография было как же ужас я записывала рассказывала зацепина что вы это такой талантливый пацан такой молодой человек он не может приехать пойти из студии можно записать у вас его песни а кто-нибудь догадывался дурили по полной да да и потом рыжиков чудесный человек рыжиков на фирме мелодия господин рыжиков он рыдал когда я рассказывала про него про бориса горбоноса он год но хоть фотографию его и вот тогда мы сделали фотографию и значит и когда вышла пластинка он откуда-то еще короче то ли кто-то раскрыл из нас то ли что-то общем к там боже сколько было негодование боже мой это был кошмар зацепин который влетел к сизову на масс-фильме и заорал сан сергеевич прости смеху спринавши там сидела он горбонос это она и на что сизов чуть не поперкнулся потому что в это время грехнула гроза и молния кино по полной программе было у него выпал этот стакан из рук сказал боже насколько это киношно александр сергеевич вы мне сейчас напомнили кинофильм цирк у нее ребенок никогда не забуду этого да понимаешь никогда ну и рыжий конечно обиделся на меня но все обиделись но подстава это к мужу моему это он любил такие вещи слушайте а вот в вы своим исполнением закрывали очень много песен а вам нравилось когда-нибудь кто нибудь как кто-нибудь кто пел вашу песню вот как это исполнялось вот как я билан билан очень просто замечательный певец артист как он никто не мог исполнить песни не отрекается любя никто но я даже не слышал каком-то я не представляю ну как он потрясающий просто потрясающий а почему не поете романсы какие-то подожди чего-чего но вот сейчас мне 70 будет а через десять лет 80 у меня будет написано алла пугачёва вечер романс что-то заработать будет как-то все все кончается муж отпускает на заработок он хоть и это где-нибудь там то что но я говорю ну джузьян как-то не привыкла к такой жизни на содержание мужа это ужасно я не знаю как это это не мое совершенно авариса 3 модуляции за песню это много достаточно 1 но есть и 4 но это много считается тарарара тарарара тарара тарарарара выше выше и выше понимаешь это зато это напряжение ну да конечно диапазон а у вас самое большое количество какое без модуляции или зависит от мелодия там сколько надо столько и спою естественно я просто вы где-то в каком-то интервью сказать лучше у меня спросили где в какой песне у меня три модуляции поэтому я и а ну я такое могла ляпнуть а правда что вы первые стали использовать вот эти вот как они называются мелизмы чего только не использовала просто на том фоне который только академическая эстрада была то конечно я и валерка леонтьев машина времени в горечь мы все были просто какими-то ненормальными на фоне и конечно загна били гнобили 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 она все равно знали 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 а потом на стали любили любить 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 и честное сделать невозможно так что я очень благодарна любви народа любви публики который меня защищала а со стороны вот известных мастеров сцены были такие серьезные нападки гонения какие-то не обязательно фамилии нет не было да нет нет просто какое-то время была тенденция у некоторых певиц у которых не сложилась судьба почему-то говорит что я им перекрыл кислород понятно не удивительно что тенденция была только у тех певиц которых не получилось чего-то не получилось одна заявляла я там пела она там все запретила меня я представляешь я сама-то дрожала как бы меня не запретили значит я пошел на телевидение запретила ее так мне хотелось не подойти сказать ты наружу свое смотрела мое личико понимаешь это ну ты не телевизионная поешь ты хорошо но ты же ну почему я должна была тебя запрещать этого не надо было делать никто не хотел тебе особо стараться не надо мышь и вот вот это вот с каждой певицы который так заявляла вот это вот у меня всегда возникал дуги чё пойду сказать но я себя сдерживала первый раз такое сказал простите а были у вас кексы но срывался голос но во время выступления вот ну китуха тоже называлась сколько раз да и нормально ну что ну я же живьем сюда пела когда я стала уже в концерте применять две фонограммы когда иду за цветами и две в концепту что голос уже уставал то я сказал ухожу хотя можно было петь и все другие он вообще весь концерт делает я ничего не скажу а как вы любой вот стресс снимаете ну не может быть не стрессом после спектакля там или счет что-то ну и вообще какое-то вот напряжение как убирать в каждом возрасте по разному когда-то алкоголь а как же чтобы мы не пили после концерта если выходной на следующий день ой как это было вкусно а гастрольную жизнь вообще любили вот обожала обожала но я другой жизни не знала те горы как 16 лет занесло вот и у меня все было подчинено вот этому сцене не потому что прямо хотел чего-то добиться на кубже обработал суперстар главная звезда нет я без этого жить не могла же как же так это вот запах кулис это сейчас вот вот эти нервы все трясет открывается занавес я вышла вот они и все мои ой как интересно как это здорово а потом тебя звонят там кристина заболела да ох ты а я же как я не могу отменить там это ничего ну хорошо что нужно я ягну вызовите врача но сейчас приезжаю там доченька ты заболела воспаленный кошмар какой мамочка посидеть не могу доченька мне в ростов там же люди ждут и вот это вот конечно я просто сейчас живу такой жизнью который я вообще не знала я не знал что такое быть замужем потому что один вроде как директор ему выгодно было так все другой тоже там че-то все это ну фильм фильм это фильм это так надо было но сейчас вы говорите что сейчас сейчас ну конечно я не да я даже не знаю как это определить потому что у меня маленькие дети я этого не знала как у меня мама с кристиной было там нос никита правда я возилась и и муж не пьет не курит верный талантливый с юмором красивый домовитый вот все что есть вот смотри думаешь потрясающе ну как же так вот повезло наконец надо было сколько меня перепробовать этого всего чтобы наконец вот понимаешь я помню первый раз только спросил его когда один раз почему вышла замуж он сказал надо давай ну что это уже я сказал я могу спокойно стареть с тобой мысли вы видели эти глаза серьезные они и так сумасшедшие а тут он просто конечно не бойся ничего и все я живу такой жизнью что конечно вот я ушла со сцены я вышла из образа или того чтобы мне вернуться на сцену хотя бы на юбилей это мило на счет и найти еще ту дверь из которой я вышла то больше мне надо войти в этот образ а я уже даже не помню потому что застенчивая девочка интровертка для того чтобы выйти на сцену было то хабалкой то еще какой-то играла всех остальных которых во мне не было а тут я вышла из этого и стала самой собой но никогда не было ощущения что открыли не ту дверь по судьбе не конечно все правильно я была ведома и это многие знают что мне как бы открывал открывались небеса просто для того чтобы что-то понять и но это великое миссию мне дали понимаешь все говорят вот в этом певица были в артистка звезда такая все вот шикарно я знаю что я просто хотела хотя бы на два часа кого-нибудь немножко сделать счастливым знаешь и в зале у меня всегда были счастливые люди один счастлив от того что он понял что я хорошая другой счастлив что у него вдруг слезы потекли он узнал себя в этой песне вот слезы ощущения слезы умиления я уже редко вижу это в зале понимаешь сама иногда прихожу на спектакли на все а это так необходимо это необходимо сейчас очень многие вот сейчас новые имена бориса за них там чтобы вот он вышел симпатяга моды ни одного слова не поняла что спел и всегда у года круто я тоже говорю круто ритм все видно о чем-то интересном поет и сам но я хочу понять хочу понять молодые там рэперы хип-хоповцы и вообще новое поколение они должны не только в виде протеста нас все вы это уже уйдите отсюда мы теперь я сама тоже так же вышла идите все вот я теперь буду знаете свое место да но не только для себя удовлетворенность вот какой я крутой видишь как какую сделал вау вау но еще и для людей не только своего поколения но для всех для всех для всех если по чуть-чуть всем будет понятно ты блин звезда а были у вас жизни встречи вот с кумирами перед которыми вы его трепетали не перед кем я олег не трепетал не создай себе кумира не знаю потому что я даже если я продолжу с быть мидлер разговариваю я же понимаешь она точно также пашет понимаешь то есть все мы коллеги и просто ее знает весь мир а меня знает весь кремль и советский союз то есть но вот высоцкий как что я буду перед ним трепетать перед человеком который не узнала в лифте даже такой обросший был и голос такой поздоровалась бы свинья да это я чего мне перед ним трепетать но мистическая история я не знаю знает кто-то или нет говорила именно в ту ночь когда он умер что-то мы там загуляли 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 это даже не гуляли там до 11 как сейчас там а молодые были до трех до до четырех и вдруг меня как сцепи сразу я говорю я хочу позвонить володе я должна позвонить володе меня все году что до утра не можешь потерпеть я у нет я должна сейчас позвонить дайте мне его телефон у меня нет и никто не дает чтобы я начать типа выпила чуток и я буду звонить высоцкому а вдруг он спит его разбудить там ягу что-то что-то не то мне нужно поговорить с ним утром я скажу что вот именно в это время человек умер то что не просто коллеги чувствуют друг друга какой там трепет эмоционально люди одного так сказать ракурса на сцене он мужчина я женщина они все равно ощущает себя связь есть на одной волне понимаешь он такой я такая но каждый на своей волне и делает то что нужно людям слушать а вот этим подарки от коллег под цех вот у меня описано гитара от групп группы зизи топ было такое да было пластинка ноутину тернер до сантехника от джо до сена у коллеги ванну беды унитаз всю эту сантехнику это было очень смешная история как он еще прислал и французского этого сантехника француз ах он еще и делал там француз и страшно обиженный наш витёк сантехник он стоял рядом и говорил слышь жан чудо ты тонкую прокладку то ставишь все же протечет только только виктор одонай марши в бэй луан так бы сказал это можно было наблюдать слушать это все а здесь и топ да не подарили мне гитару красная значит и привез якоб долин это мой друг который умер шведский продюсер и вдруг девяностые мы открываем музей давайте в этот музей все самое такое что вот шоу-бизнесом связано все и мы как дураки притащили все я гитару зизи топ там еще чего-то картину свою которая называлась до 1 все собрали погуляли на этот счет в этом музее а потом музей закрылся мы спрашиваем а где это экспонат это отдайте обратно ничего я знаю даже человек который занялся что это у него все но я не буду говорить бог ему судья на меня простите я одену очки то что меня уже начинается это да мы сейчас еще ничего я просто это да извини а не могу долго нас все думают для фасона нет загочего говорили а как как вы реагируете на нападки вот на злобные на вот в интернетовские такие вот меня ну например на никак не как у вас было вот это потрясающе вот это то что вы сказали до слез просто вот это ну а что я там старею да занимайтесь своей жизнью что вы занимаетесь моим я никогда никогда никуда в instagram я очень редко там что-то захожу как этот фэйсбук фэйсбук да фэйсбук twitter вообще не знаю как туда захотите ничего instagram мне нужен только для правды жизни ну чтобы вот если вдруг что-то такое это вот тапочки меня скажут ребята успокойтесь тут что-то пошла тенденция обвинять меня старости как будто люди сами не будут стареть а я-то выросла молодым везде у нас дорога старикам везде у нас почет и вот это вот тетенька 70 лет выросшая на таких правилах вдруг читаю и меня смех разбирает старуха такая рассекая думаю а я тебе добавлю думаю ну порадуйся гад смотрите какая она без краски без всего думаю это инстаграм это интересно мне уже понравилось это уже идет такое-то ну поиграть можно когда скучно и вот это вот так меня надоело что пишут обвиняет она же старая старая да я старая и ничего с этим я поделать не могу и говорить о том что у меня душа молодая я тоже не буду да я старею уже ложишься и думаешь проснуться бы вот встаешь думаешь так надо посидеть чтобы голова не закружилась в станешь упадешь еще вчера в недальнем востоке были я уж не помню когда вино пила отдавай выпью и таблетку тут знаешь заодно есть свои прелести короче есть прелести которые которые которых не надо обвинять там насмехаться это само по себе смешно и мне тоже потому что человек который на это реагирует там как они могли меня обозвать старухой как это так ой 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 какой ужас негодяи да плевать я хотела мне главное чтоб стенты мои не выпали понимаешь ножки мои ходили красивые до сих пор чтобы а вот это не надо пусть не звучит или звучит по-своему это не имеет значения потому что потому что главное другое это желание жить сегодняшним мгновением вот оно есть если раньше я смотрел дуга что-то легко там еще лет каждый день каждая минута каждое мгновение ой ты иди ко мне моя маленькая ой ты иди ко мне хорош муж вместе масечка какая погода боже мой ненавижу зиму ну как красиво послушайте вот эти годы годы когда ты уже начинаешь думать не годами а днями год сколько дней 364 365 смотрите год 365 дней 10 лет три тысячи ну скажем 3600 да когда ты говоришь 10 лет тебе кажется что это много долго когда ты говоришь 3600 дней это как мелочь в руке наш поэтому радоваться 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 вот а то что там ты говоришь я отвечаю на нападки это не ответ это как раз тот самый это у них просто плохо что-то да нет у них тоже хорошо все будет очень хорошо всем след все дай бог дожить потому что они все равно все поймут нельзя обижаться алла борисовна спасибо вам большое спасибо вам спасибо спасибо вам огромное да не за что ладно собрались и по кусочкам вы мне как после премьера говорят ума написали олег пусть у тебя если будет жизни горе то только от ума я очень давно написал лет тридцать назад песню для вас короче я вам ее отдаю вот здесь она как бы обработана санат шекспир посмотрите а вдруг вот так вот люди добрые хотел много спросить я хотела на многие вопросы ответить ну вот это вот все дети 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 придется серии дел сериал сериал свободно да у меня был опыт театральный актрис мы на даче ставили сказку теремок и мне дали роль мишки это было очень очень хорошая память этот плюс алла борисовна были каверзные вопросы надоел это моя работа надоедать спасибо спасибо м